здравствуйте против чего я попал мак такой сидит блин у меня у меня у не у не вот с таких мувов обычно консидер всем привет и приветствую с моим канале за микрофоном как всегда плагиат и да я немножко отходил немножко аф и кашу в тарелку но могу обещать что с этих пор сначала инвитейшнла когда мы с томатом silver name и мы что нам будем отстаивать честь снг комьюнити если что я это сделал объявление об этом в сообществе поэтому как бы вы наверное уже в курсе кто-то сообществом следит буду активизироваться по полной и если кто скучал то здрасте это я снова привет играем мы сегодня на мех паладине я хотел вступить сделать вступление типа мы с вами проверяем новая колода возьми детей но я думаю всем уже понятно то что мета устоялась да она получила небольшую взбучку с нервами разбойницы освежала немножко потому что все таки я думаю вы согласитесь разбойницы душили с ними играть было не очень приятно поэтому как результат вот мы вот что мы получили и меня в принципе устраивает кстати много много пристов не попадалось с них я очень жестко пригорал не хочу ставить разжет для сразу объясню это тем то что все-таки шарвала за четыре то есть за ноль на четвертый ход и соответствующие с 25 это не так уж и плохо если подумать то 75 существо на четвертой мане жертвой ремувалом скажем так ауе ремувалом который стоит теперь 25 и никогда не будет сыгран в этой игре это не так уж и плохо а разжет для мы просто подождем чтобы актировать на какое-нибудь другое существо у меня это было довольно таки частый мисплей когда я ставил разжет для просто так вот типа нате хавайте так лучше не делать и вообще лучше не говорить слова нате потому что это вообще полное говно какое-то но даже несмотря на вот эти вот лингвистические докопы и то что я сейчас получил два урона в лицо хотя мог этого не делать нет не мог не делать правильно потому что брезерты хрип после хила срабатывает поэтому никаких придирок все нормально лучше оставлять разжет для для синергии с другими существами я вам говорю как опытный игрок на мех паладине который сыграл уже около 5к так знаете ли да ну и соответственно насмотрелся прочей фигни в огромных количествах и черт побери делаю вот так делаю вот так и делаю вот так надеюсь вот никогда эпический секрет не выпадает выпал вот это приятно окей будем трейдить дальше я знаю то что там есть такси бот или я вечно забываю как называется это маленькая писечка 2 2 но мы сыграли с вами из скупления и сейчас механый яйцо вылупится снова окей тут еще и бомба паук есть извини тут нет натиска поэтому тебе придется активировать штукой 21 это ролясь и ральнется сюда понятно да я так сказал не потому что сейчас ребят смотрите потому что нам тем нам хуже от этого секрет не активировался так за нужно не очень такси к как тебя зовут дядька спасибо за карты токсикант да не самая приятная штука которая могла с нами случиться я уже вижу небольшой трейд сейчас даже даже большой трейд вижу что-то у нас ложись сложись нормально ровку ладно посмотрим надеюсь полицию отлично против механ охотников а эта колода играет довольно таки хорошо на мой взгляд каждый раз когда я попытался у нас у меня всегда блин точно шансы были нельзя сказать что я моментально проигрывал в каком-то моменте как это очень часто мне бывает с плестами бик хотя там очень жестко чем запирала постоянно девятки варготы и прочее но вообще это деком сейчас именно вот эта версия она является ну скажем так финальной самой лучшей которую до которой дошли игроки с течением времени и не просто так сейчас в ней появились секреты как вы могли заметить так сюда пожалуйста по заказу кинокомпании минус 7 7 она попадает не в один один ладно в остальном нам довольно таки везло с этим присвердным хрипом поэтому я схаваю и не буду особо гореть собственно говоря сейчас в мех паладиня появились секреты чего раньше не помещали для какого-то начального темпа что очень замечательно плюс конечно же шпионки похитителей солнца как же ты висишь жалко сейчас освещение не сработает но вот так вот так легионы конгора господи боже немножко зрыни тут присмертный хрип точнее зрыни божественный щит нормально но все это должен быть победным мы зачистили весь стол мы получили в офигенное давление на столе этот охотник получил неплохую при гарочку своей с жопки и ну да ничего не сделать не знаю тут камбэк изнутри дел если он вроде как разбойник должны были понерфить почему я до сих пор попадаюсь против этого класса извините я так-то мощный паладину которого много золотых карт я не желаю сталкиваться с ними я хочу ставить своих мехов бафать их воскрешать и побеждать что же давайте теперь пройдемся по мулигану здесь это обязательно секретик обязательно 2 маны 2-3 которые бафаются секретиком если быть конкретнее то это шпионка похитителей солнца также я иногда оставляю приключения зовут если знаю что мы попадаемся против контроль колоды не супер темпу и потому что приключения зовут как бы дает вам неплохой баф но вы тем самым теряете темп поэтому если вы уверены что попались против медленной колоды то стоит оставить потому что это поможет вам а перебрать вашу колоду б усилить ваш натиск ну и c просто быть крутым парнем от вас зависит конечно же ой как неприятно я только хотел серебряный клинок сделать вот серьезно только хотел разменять окей призватическая линза посмотрим что она даст ну зато равенство пофиксил ни одного секрета надеюсь там дека секрет и мы ставим шпионку чтобы как-то быть в тренде в секрете должен быть какой-то ложись интересно что там нараскапывает попались мы против блин честно говоря наверное обычно обычный темп разбойницы с домушницей и с вот этими вот картами которые синергируют с картами другого класса темп порога типа сейчас не то чтобы это распро он серьезно он серьезно наверняка это было все для лироя он там собирает камбу из каких-то супер существ которые в итоге смогут меня вынести на 30 хп без вопросов пожалуй сделаю так как бы искупление аниме не сработает и пока мне не существо столе а если искупление сработает на механического дракончика я буду вдвойне доволен инкондишен этой колоды им полностью крутится серьезно ну тогда я не удивлен что он так сильно обузил эту домушницу инкондишен этой колоды очень сильно крутится вокруг темпа плеев и с энергии механизмов хоть здесь механизмов и не так много как обычно это бывает в механоколодах то есть если мы возьмем того же мех чернокнижника зушку которую я показывал или более очевидно мех охотника то там куда больше механизмов здесь их не так много здесь больше акцент как бы делается на вот это вот на легионах ангора на каких-то особых исклинаниях отдельных и на супер толстых существах с энергиями потому что здесь находятся два безликих манипулятора которые позволяют копировать существа всеми этими бафами очень прикольно 2 маны 4 5 натиск здрасте здравствуйте ну раз одна пошла так и вторая пойдет господи да за что да за что у вас такие заходы надеюсь здесь будет искупление скрытая мудрость ладно делаю так потому что я не могу позволить ему остайду кукулу на столе слишком уж имбово ты микробайт на моего яростной перман то обидно то что он блин смог получить в руку две винды это я я молчу про заход этого чела но обидно то что не смог я присоединить раздражу доля нам обязательно нужно получить то есть энергию иначе легенок ангора будут выглядеть куда слабее сколько три карты нужно сделать такой себе зато всегда у тебя будет активироваться моя это защитница солнца что там не сдаваться но неплохо пока что это рога очень слабо идет против нас по темпу поэтому продолжим винкотишно обсудили поэтому наверное стоит пройтись по заменам и на из катаешь хотя он знать не мог и могу сказать то что в этой версии всего лишь три легендарки шервала есть у многих потому что шервала играет не вообще во всех колодах паладина здравствуйте за нервные негодяйки вот поэтому в принципе и вместе с зиликсом да зиликс это вообще универсальная легендарка общая которая сейчас если у вас ее нет в коллекции то обязательно бегите крафтите это самые в данный момент четкие 1600 пыли которые вы можете вообще подкратить на нейтральную карту спасибо за много карт поэтому как бы эти две легендарки не обговариваются вопросом вопрос были возникает только на красили галок конгора которые легендарная карта паладина во первых классовый вторых она играет только в этой колоде поэтому какая-то проблема какие-то сложные решения могут прийти только с этой штукой приключение зовут ставим жирнейшую шпионку который он сто процентов как-нибудь очень хитро законтролит не знаю как но у меня просто подозрение на этот счет есть очень слабый стол не буду сейчас яростным перман там что-то делать типа или равенство освещения и прочее в любом случае мы будем использовать равенство освещения это будет более рационально потому что у нас еще есть уменьшающий луч как зачистка яростным перман там он позволяет нам за 7 маной как бы чистить все если там нет божественных щитов конечно же и прицветных рипов колода не очень сложная в реализации и правда есть свои фишки касательно например создание каких-то объединенных магнетизмом тяжелых механизмов которые в конце концов воскрешаются с легионами кангора то есть на мой взгляд не стоит торопиться и выставлять их без энергией чтобы потом воскрешать какую-то фигню ну типа разоружили 24 это не то что вы прям фигня но вы должны понимать то что если он свои статы на пофиг на статы если он свою провокацию божественный щит передаст другому супер жирному существу как например механический дракончик и то что из него были при вылупляется или там тоже самое то же механ яйцо то это увеличивает его вели просто в несколько раз и надо держать это в голове сначала доберем правда вспышкой света чайные меры ну такое полетела душа в рай не хочу делать отчаянные меры прямо сейчас потому что с яростным перман там мы сможем немножко подконтролить какую-то мелочь хоть в идеале мы его оставляем под уменьшающий луч совсем скоро будешь рвала готова и мы уже можем ее делать манипулятором жалко жирвала не мех так это был бы просто имбище ну ладно в игре против этой разбойницы я какого-то четкого геймплана не придерживаюсь потому что эта колода не то чтобы прям супер хороша и сидела в топах она просто раскапывает какую-то вот фигню вот посмотри на это и посмотри на это ты посмотри на это ну вот меньшающий луч пришел такой себе я даже какое-то очень сильное желание использовать яростный перман то в два секрета чтобы все это почистить ну кроме домушницы ладно давайте попробуем через отчаянные меры и вот эту вот штуку попробуем раскопать нет указовка фигня самоприжертвование тоже фигня ну ладно так еще раз боюсь что он там дикерев какой-нибудь раскопал знаете ли и такой готовится уже я друид сейчас переоденется и пойдет меня бить своими рогами секреты супер плохие сразу говорю самоприжертвование ладно еще куда ничто на пушкой может сломать указовка это вообще фигня жалко что ральнулась взяли было бы что-нибудь другое окей не то чтобы это много лет я сделаю чувак жалко что не фейс для него конечно же потому что хотя он бы и так оставил одну шурвалу поэтому нормально микро мисплей от него конечно реализуем вот сейчас вот просто прекрасно получилось очень вкусно очень классно делаю так потому что я могу контролить все это дерьмо вот сейчас это клево да там может быть с удовольствием ошеломления заюзано потому что он еще не использовал ни одного не помню играет ли ошеломление в сборке разбойницы с вот этим вот до играет а нет вау хорошо хорошо это сильно не играет поэтому сейчас мы вообще очень хорошей позиции зря разбился я считаю совершенно не нужно было не было необходимости и давайте похилим здесь не хочу раздражодли оставить потому что понимаю что если я сейчас на стакую слишком много магнетизмов он просто вернет с превеликим удовольствием и знаю то что мне как-нибудь нужно здравствуйте против чего я попал на геймплее как бы попадаться против таких чудаков забавно с одной стороны потому что геймплей становится куда интереснее но с другой стороны в комменты набегают сразу челки а вот и только против каких-то лохов можешь которые играют на нестандартной колоде а я как будто на стандартный сейчас конечно этот механопаладин он приближается к тому чтобы выползти из-за of методек в довольно-таки неплохой вариант для поднятия по ладеру но как бы все равно ну после таких мувов обычно консидер держу в курсе либо делают ваниш и тогда я такой хм а почему мои легионы конгоры не сработали а точно все мои механизмы в руке весь некров а не на это сильно теперь точно не летал ляшу творит я думал тут еще и провокация будет всего доброго попались против мага и сейчас очень очень интересно наблюдаем потому что у меня есть и секретик и шпионка если это не отлично супер оставил равенство сразу же на мулигане против магов потому что вы сами наверное знаете не столько из моих роликов сколько из всяких там хардстоун гранд мастерс где то есть роли просилер дайма кстати никакого хейта я я считаю что не стоит хейтить людей за то что им просто игра так подкручивает ну я там комментарии читал знаете ли на в группе селивердайма пустого как он скажем так в крах лузанул из-за того что тайсу подкручивал но опять же к тайсу это не имеет никакого отношения просто сказал высказал свое мнение надеюсь вам это отчасти важно здесь я размениваюсь потому что он может поставить эту каракатицу четыре маны 5 4 которая имеет натиск и сначала законтрить мой ложись ударом знахарки потом использовать эту каракатицу но в принципе сейчас все устраивает погнали через призматическую линзу отличный механический дракончик за 3 эта штука за 6 это не очень узабельное заклинание но иногда она полезна и наверное если говорить о заменах то я бы эту штуку одну из них заменил на что точно не скажу но не то чтобы она опять же повторяюсь было прям крайне полезно вот и та самая каракатица которую я назвал обозвал таким словом окей о как же темп идет просто темп опережает время знаете я не думаю что мне стоит здесь трейдится поэтому давайте разменяем да он может сюда дать тройку с дуплетом ту самую которая превращает великанов 88 в провокации 7 8 меня устраивает все особенно вот этот вот супер темповый механический дракончик замечательно он сам немножко офигел типа чё это забавно как минимум потому что я щас делаю вот так лучше поставить как-нибудь их не рядом не знаю почему у меня просто такое желание и сделать еще одни отчаянные меры на всякий случай если вдруг он будет буянить око за око например на китай про власт я как бы разберусь как себе мои драконы то самое чувство когда мак такой сидит блин у меня оу нет о нет я был так близок боже ты че издеваешься это еще не конец что там за третий секрет ну-ка иди фэйс я слышу как как им сетек может перевернуть эти игры что за бред почему ты не украл шпионку эту вонючую у него еще тройка одна есть то есть он может удариться да нет ему не выпадет еще одна провокация за семь я не верю в такое совпадение забей какой-то бред конечно мы здесь будем трейдиться если вы сейчас думаете буду ли я или нет туда как бы безоговорочная фигня то есть оставлять эти существа на столе это извините нужно быть совсем дураком потому что воля призвать ли еще там он немножко старается как-то темп себе оставить но у нас есть равенство которое я оставил самого мульгана которое прямо сейчас решит для меня эту катку у нас есть три у нас есть яростный пиромант у нас есть равенство делаем вот так делаем вот так все что ему остается все на что ему остается надеяться это еще на еще одного великана на еще одно воле призвать я семерку наносишь господи да что на получай окей максимальный добор делаю знаете ли хилата нет там по сути но зелекс наверное да пофиг только не оооо ооо какой отстой ой 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 дебилизм ой не могу ой помогите нет стой подожди а ладно кажись этот маг нас хавается что ж но на этой немножко невезучие ноте геймплей подходит концу надеюсь он вам понравился и вы подчеркнули немножко больше знаний чем вы просто могли получить игра на этой деке надеюсь колода вам понравилась геймплей тоже если что код клода вы сможете найти в описании и в моей группе вконтакте если вдруг не знаете то мы с томатом участвуем в инвитейшн ли который начнется или голосование за который начнется 4 июня поэтому прошу вас следить за всеми движухами в моей группе вконтакте есть еще отдельный пост и об этом я буду много говорить на стримах а на этом все большое спасибо за просмотр за микрофоном был как сюда плагиат увидимся на следующем стриме и в следующем ролике а